Друзья, я предлагаю сегодняшнее общение начать с главного события сегодняшнего дня, если не сказать месяца, а то, возможно, по результатам будет и года в Соединенных Штатах Америки. В эти минуты должна уже состояться встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Пока у нас информации мало, из полученных материалов мы только видели кадры прилета Си Цзиньпина в аэропорт Сан-Франциско. Вот вы сейчас видите, он выходит и спускается по трапу. Встреча, наверное, ее трудно переоценить в контексте важности для будущего глобального мира. Многие обозреватели еще до ее начала назвали ее исторической. Очень много вопросов, в частности, смогут ли найти баланс два мировых тяжеловеса, две крупнейшие экономики, одновременно два крупнейших антагониста, лидер демократического мира Соединенных Штатов Америки и тоталитарной страны Китайской Народной Республики. Давайте об этом разбираться. Вот по поводу исторической встречи. Согласны ли вы с таким утверждением или нет? Давайте с Рома начнем. Ром, чего ты ждешь? Ну, я жду следующего, что люди, которые не хотят умереть в ядерной войне, а хотят созидать, конкурировать, торговать, зарабатывать бабки, ну и вообще жить хотят. Не хотят в рай. Они начнут договариваться. В России по этому поводу уже такое затаили дыхание. Боятся, что Путина сольют. В принципе, каких-то супер договоренностей не будет. Но что нам нужно? Нам нужно, чтобы было четкое понимание, что война за Тайвань не начнется. Нам нужно понимание, что война в Израиле, то есть Израиля против террористов закончится. Нам нужно понимание, что все силы западного мира, в том числе Соединенных Штатов, будут сфокусированы на Украине. И мы убьем всех российских захватчиков, которые пришли на украинскую землю. Ибо, как говорится, нефига. Ну, это если смотреть из Киева, там есть масса геополитических моментов. Каких-то там супер договоренностей не будет, потому что это невозможно договориться по всему. За все хорошее против всего плохого. Но вот это тот главный момент по Тайваню. И еще, может быть, добавить нужно, чтобы наши китайские братья, нашим российским оккупантам, не поставляли то, что может нас убить. Ну, и, соответственно, там есть еще их друзья из Северной Кореи. Ну, в общем, по украинскому треку вот эти будут моменты, мне кажется. Валерий Дмитриевич, чего вы ждете от этой встречи? И что вам известно? Как в Кремле относятся к этой встрече Сидзиньпина и Байдена? Какие там настроения? И кто? И кто самое главное? Валерий Дмитриевич. Рома, не беги, впереди поле. Я подойду к этой теме, обещаю. Относятся настороженно, естественно, потому что бы очень не хотелось, чтобы, но я имею в виду с точки зрения Кремля, чтобы следствием разговора между Сидзиньпином и Байденом стало уменьшение поддержки со стороны Китая и России. Я подчеркну, что речь идет все-таки не о военной поддержке в чистом виде, речь идет о помощи технологиями и продукции двойного назначения, и о той экономической поддержке, которую оказывает Китай, попутно завоевывая российский рынок. Что касается того, что Китай может предать Россию, или в данном случае скорее Кремль, по-моему, таких опасений нет, насколько мне известно. Потому что Китай не заинтересован в стратегическом поражении Российской Федерации, потому что такое поражение тут же будет проецироваться на отношении Китая к Тайваню, на отношении между Китаем и Западом и так далее. И в конечном счете на противостояние авторитарного и демократического лагерей в современном мире. Поэтому Китай не заинтересован в прогреше Российской Федерации, хотя он заинтересован, это довольно хорошо известно, в том, чтобы Россия и Украина вышли на мирный трек. Что касается более широкого контекста, историческим визит может стать в том случае, если будут подписаны какие-то важные соглашения. Об их подготовке мы с вами, насколько я знаю, ничего пока еще не слышали. Никаких анонсов не было. Поэтому я бы отнесся сдержанно реалистично к возможным итогам визита. Это может быть очень похоже на некие пока еще устные договоренности между Советским Союзом и Соединенными Штатами во время Холодной войны. Будут устанавливаться правила. Но здесь есть одно важное отличие. В Холодную войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами не было такого экономического сотрудничества, каковое существует между Китаем и Соединенными Штатами. Поэтому будут, видимо, оговариваться зоны сотрудничества, зоны, если не конфронтации, то напряженности. И проговариваться те красные линии, которые не стоит переходить. Но, естественно, это красная линия Тайвань в первую очередь. Ну и плюс стороны попытаются, видимо, в совместном коммунике или во время пресс-конференции выразить свое отношение к противостоянию России и Украины. Но я бы не ожидал здесь каких-либо подвижек и кардинального сближения позиций китайской и американской. Поэтому лучше относиться к этому осторожнее. Особо пока ничего не ожидать. Коллеги? Хорошо. А чего бы мог добиться Байден от Си Цзиньпина для решения украинского вопроса? Ром, как ты считаешь? Ну, возможно, хотя бы надавить на Северную Корею, чтобы прекратились поставки вооружения оттуда. Ну, мы, в принципе, об этом и сказали. И мы тут друг другу не противоречим. По большому счету, дополняем друг друга с Валерием Дмитриевичем. Я, знаете, что хочу выяснить. Вот вы сказали, что Китай не заинтересован в поражении Российской Федерации. Надо определиться с, извините за тавтологию, с определениями. А что будет поражением Российской Федерации? Я со своей стороны могу вам пообещать, что вот улица, мы ее вслух называть не будем, на которой сейчас находится Валерий Дмитриевич. Мы ее не планируем при любых раскладах переименовывать в Евгения Коновальца, или Степана Бандеры, или Гиг Коновальца и Бандеры. Соответственно, после завершения войны... Валерий Дмитриевич, я призываю вас... Роман, ценю твое чувство юмора. Серьезно к этому относиться. И после завершения боевых действий, я даже предполагаю, что мы не будем наносить больше ударов по российской территории. Ведь давайте-ка просто проговорим. Вот им на России и фашистского режима никто ничего не требует. Сверх такого. Нам постоянно говорят, что убивайте россиян только на территории Украины. Ну, по крайней мере, с помощью американского оружия и другого западного. То есть я к тому, что вариантов, где договориться, очень много. То есть можно договориться таким образом, чтобы мечта Эммануэля Макрона сохранить Путину лицо, или что там у него, место лица. Тут Валерий Дмитриевич знает лучше, конечно же, что это все возможно. Все живут в рамках международно признанных границ. И через сто лет я снова поеду к Валерию Дмитриевичу на чай с медом. Вот я привезу свой. Субтитры создавал DimaTorzok